Кафе Колизей встречает своих посетителей брызгами чарующего фонтана. Наверняка ни один романтик не сможет пройти мимо. Вот и наша съемочная группа оказалась очень романтичной. Мы не удержались и сразу после посещения тренажерного зала отправились сюда. Сегодня мы с вами не только познакомимся с этим заведением, но и попадем в святая святых, можно сказать, в самое его сердце, на кухню. Здравствуйте, Елена. Елена, шеф-повар. Сегодня нам поможет приготовить витаминный салат. Для тех, кто находится, может быть, на диете, тот, кто правильно питается, приготовим салат. Какой? Ну, похожий на арклеческий. Мы добавим циндерей, как помните, если видит здоровье. Немножко добавим салат, тоже это кальтик, полезно. И украсим оливками, ну, в арклеческие. Добавим оливковым маслом и украсим тренажерным. То есть у нас будет наш собственный салат нашего приготовления, так скажем. Добавим немножко руколу. Поскольку мы недавно посетили тренажерный зал, нам нужно сейчас набраться витаминов, белка, чего там углеводов и всего-всего и побольше. С чего начнем? Приготовление нашего салатика. Ну, я подготовила вести салата айсберг и рукола. Просто нарежем овощи крупным кубиком. Салат у нас подготовлен. Переходим к овощам. Вы мне командуйте, я буду немножечко помогать. Хорошо, пожалуйста, мучим. Я нарежу к овощам. Я так, конечно, быстро не умею, не настолько профессионально. Вот так, смотрите, вы мне командуйте. Добавляем, знаешь, все. Добавляем также помидор. Все приходит с опытом. Видно сразу, кто хорошая хозяйка. Так, добавляем сюда огурчик, помидорчик. И еще, пожалуйста, сензерей. Так, сензерей. Ага. Вот так? Помельче? Можно крупнее, да? Раз полезно, значит, побольше. У нас полезный сегодня салат. Вот весь салат готов. Только сыр нам для украшения. Можно добавить еще вот штучек пять. Тоже для красоты. Заправляется алистином. Ага. Мы не солим, потому что у нас не воносит. И правильное питание. И ложь. Жаль, что камера не передает всех ароматов. Посмотрите, какая у нас красота получилась. Очень вкусно. Пахнет здорово. Ну что, выкладываем, да? Мы приготовили, конечно, здесь портфельки, а то и три. Но кто любит овощи, они практически скалори. Можно есть, если ты хочешь. Их полезный вкус. Выкладываем салат. Но мы выложим одну портфельку. Ну да, да. Уважаемые телезрительницы, хочется еще отметить, что если вы приготовите дома вот такой салатик, своему мужчине можно добавить, да, курочки отварной. Правда? Будет более сытнее. Можно заплечить говядину добавить, можно рыбу добавить. Так что берите на заметку. И вкратим. Вот такое сбалансированное питание поможет держать под контролем вес. Лишние килограммы уйдут и назад уже не вернутся, если вот правильно постоянно так питаться. А еще подскажите нам, пожалуйста, Елена, что можно скушать на второе вот к такому замечательному салатику. После спорзала можно говядину, курицу, рыбу. Можно красную рыбу. Можно просто жир. Ну, я думаю, обычную рыбу. И после спорзала именно, то нежелательно таких уже рыбьеводов. Просто салат и сделать или стойк, или рыбу запечь в панкет. У нас имеется же печь, пара конец томат. Она, мы можем запечь, это без жира приготовить. А потом можно, если немножко вот стейк обжарить, это можно смазать сковородку. 5 грамм масла, это 45 калорий. Это не сильно. Она жива практически не чувствуется. И запечка тоже. Вот так вот прекрасно можно дополнить вот такой замечательный салатик. Ну, а также в кафе Колизей хочется отметить, что можно не только перекусить вот таким легким салатиком, а также во время поста я знаю, что вы относитесь лояльно к своим клиентам и можете предоставить для них вот постную пищу. Правда? Да, мы можем приготовить. У нас еще часто бывают недели разных кухон народов мира. Вот мы готовим и напитки, и горячие, и цепи. Так что можно еще и, не выезжая из нашего города, оказаться и попробовать пищу другой страны. Кафе Колизей вобрал в себя лучшие традиции европейской кухни. Уютная, доброжелательная атмосфера и достойный сервис – это основные преимущества кафе. Просторный светлый зал с изысканным итальянским антуражем рассчитан на 80 посадочных мест. Идеально подходит для проведения свадеб, корпоративных вечеров и зажигательных вечеринок. Приятным сюрпризом станет и то, что в основном зале вам будет предложено погрузиться в полумрак и провести незабываемый вечер в лаунж-зонах. Следуя традициям итальянского гостеприимства, здесь высоко ценят уют и комфорт каждого гостя. Поэтому создали идеальное место для романтического и уединенного отдыха. Превосходное обслуживание и просторные залы – атмосфера спокойствия и уюта. По-домашнему комфортно, по-королевски вкусно. Широчайшим ассортиментом блюд порадует кухня заведения. В кафе действует детское, обеденное, банкетное и вечернее меню. Вот таким запомнился для нашей съемочной группы этот день. Сегодня мы посетили тренажерный зал и завершили наш день в кафе «Колизей», где нам рассказали рецепт правильного салата. На сегодня это все, что мы вам хотели рассказать. До встречи в следующих эфирах и смотрите женский журнал. Выражаем благодарность кафе «Колизей» и лично Ирине Барановской за помощь в проведении съемки. Рано, еще рано, девушка. Ну, а сейчас я предлагаю матер-классу нашу. Давайте, Игорь!